Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и в рубрике Рыжкин сшагает мы сегодня во Владимире. Город с населением чуть более 340 тысяч человек, был основан в 1108 году и сегодня наши кроссовки будут его топтать. Ну что ж, собираемся с вокзала, идем перекусить, потом заселяемся в наш отельчик, ну и соответственно потом как раз покажем вам виды данного города. Работаем! Ну что ж, мы, можно сказать, отобедали вот в этом кафе хлеб, она находится рядом с гостиницей Владимир. Сейчас в наших планах как раз зайти в магазин, купить себе немножечко развлечений в отельчик. Вот, надеюсь как раз дождь закончится и потом мы возвращаемся сюда. Мы сюда точно возвращаемся, потому что здесь, как вы можете наблюдать, находится Кремль, так что его мы вам еще детально покажем. Ну и в принципе постараемся пройти по старой части города, но возможно и по новой. Посмотрим как по погоде, по времени будет, но максимум интересного в рамках пешего туризма одного дня постараемся показать. Вот, соответственно мы в магазин, ну и как всегда, ребят, работаем. Ну что ж, вот мы добрались до нашего отельчика, как видите мы в шарике в куполе. Я сейчас нахожусь на втором этаже, там такая мини читальня, чуть позже ее покажем. В общем, что здесь имеется? Вот там стол, как видите, да? Вот, посмотрите, вот такой вот стол, панорамное окно. Также у нас тут есть что? Сейчас спущусь и буду обо всем вам рассказывать. Главное не упасть. Номер точно не для маленьких детей. Раз-раз. В общем, что мы имеем? Мы имеем, еще раз, вот наш столик, стулья, это диван-кровать, диван-кровать, который раскладывается. Сейчас не будем показывать, как раскладывается женщина. Работает. Так, что еще? Ну, вид из окна, как бы, вот, посмотрите, у нас получается это... Как это, не поселок? Как это, правильно? СНТ. СНТ. Во. Короче, мы в садах. Так, что у нас тут? Тут у нас, соответственно... Ложа. Телевизор, кухонка, комфорочка. И самое прикольное, из-за чего этот номер был выбран, кроме того, что здесь есть купол, что, ну, в принципе, прикольно, это как бы только на нас. Больше здесь куполов таких нигде нет. Самое прикольное, это ванночка. Ванночка, которая стоит вся такая отдельная. И ты вот такой ванну принимаешь, ну, да, там туалеты, бойлеры и так далее, ванну принимаешь, берешь и подглядываешь за тем, как вороны ебутся. СМЕХ В общем, такой вот у нас номер получается. И в планах, ну, сейчас у нас что? Здесь, понятное дело, мы ночуем вечер с игристым и шампанским проводим. Сейчас в планах построить маршрут на город, потому что пока мы до сюда ехали, а до сюда идти с продуктами было проблемно, пока мы до сюда ехали, мы, в общем, через промышленную часть города, вот здесь находимся, ну, назовем это так, будем планировать и каким-то образом попадать в город. Хер знает, все время пешком или на машинах, или на другом транспорте. Ну, в общем, мы далеко от цивилизации, но зато в таком странном уюте. В общем, мы планируем, работаем. Решили перед тем, как отправиться в путь-дорогу, немножечко отдохнуть. Вот вам виды. Игористая моя любимая жена, чин-чинь. Какие-то работы ведутся. А так вот, в принципе, это выглядит снаружи. Вот там есть еще беседка. Это гриль-зона. Вот там даже стиралка есть. В общем, под теном можно сидеть, в принципе, даже сейчас дождь, мы могли бы спуститься, но зачем, блин, будем на втором этаже. Вот. Вот купол снаружи так выглядит. Растительность. Я думаю, если летом брать, или пышной зимой, здесь ты такой в окружении естественного забора. Ну, там вот попрыгать можно. Там вот мячик есть. Что самое интересное, при заказе не было понятно, что вот эта территория, она как бы будет входить ну, как бы под пользование. О, кстати, гирляндочек светит. Да. Оказалось, что входит. Цена вопроса 5,800. Вот. У нас с учетом оплаты через Яндекс вышло 5, там, 130 с копейками. Это за ночь, естественно. Но, судя по объему дома, вот мы вдвоем, а сюда можно въехать, блин, по идее, даже в пятером. Вот. Потому что на круглую кровать двое, на раскладную двое, и на чердаке один. Ну, это уж, конечно, перебор, но все же. То есть, если брать на компанию, как на вечер, с учетом вот этого всего, из-за этого вы не доплачиваете, все, то есть у вас стоимость входит. Это очень даже. Соответственно, советую. Ну, в описании под видео основные точки будут прописаны. Соответственно, заходите, смотрите, ознакомьтесь, если будете в Владимире, вот это снимайте. Вот. Ну, а также в описании будет мой телеграм-канал, там тоже будут всякие детали. Например, вот, за сколько мы поели в кафе хлеб, и что это вообще такое. Вот. А также давайте еще поиграем в такой опросник. Я в начале ролика немножечко зашепелявил и сказал, Рышкин сшагает. Мило говорит, это прикольно. Вот. Давайте это, как его, вводите хэштег двойной будет. Рышкин сшагает, и Рышкин сшагает. Я не знаю, для чего это вообще, блин, говорю. Ну что ж, долго ли, коротко ли, мы подошли в исторический центр города. По сути, мы сейчас находимся у Кремля. Это не совсем Кремль. Здесь находится, вот, церковь, которая сзади нас, Никола Кремлевская церковь. Ну, и сзади нее уже идет, можно сказать, Кремлевская стена. Сейчас вокруг пройдем и вам покажем. Также здесь стоит у нас статуя князю Александру Невскому. Как видите, у него есть меч. Это важно. Для некоторых моих зрителей это очень важно. Пойдемте посмотрим относительно того, что есть за стенами Кремля. Сейчас дойдем до конца холмика. Вот, соответственно, справа, врать не буду, не запомнил, что это. Ну, слева сами стены Кремля. Ну, и внутренности вы можете наблюдать. Мы туда тоже зайдем, пока там вроде как открыто. Наша цель сейчас как раз вот эту часть города обойти и потом пойти вот в сторону туда. Там тоже старая историческая часть, ну, она виднелась на горизонте. Походить немного там, поснимать, посмотреть. Предварительно хотел также сказать, что Владимир очень печальный город. Жители Владимира, не обижайтесь, то я знаю, что ко мне любят в комментарии жители других городов набежать и сразу говорить, что понаехали тут. Да, понаехали. У вас, извините меня, цены приближены к Москве. Это что касательно проезда, это что касательно кафешек, ресторанов, барчиков. Но относительно города, ну да, вот такие виды открываются относительно стены. Сейчас я, кстати, предлагаю пройти вокруг стены и там уже зайти и сам Кремль. Так вот, закончу спич. Относительно самого города, если мы рассматриваем какие-нибудь спальные районы, то они все такой средней руки, почему-то какие-то грязные, а старый фонд, к сожалению, разваливается и не поддерживается. То есть, ну, даже вы посмотрите на эти стены. Вот как бы, то есть, вот эти вот щели. Где, где бюджет? Да, город небольшой, да, 340 тысяч населения. Но, опять же, цены приближены к Москве. Отдельная у нас тут область получается, да, свои номера на машинах, а куда-то все девается. Вот это вот, как бы, печальненько. И я не думаю, что играет погода, в которую мы здесь оказались. Здесь вот именно отношение к убранству города. И мы вам еще покажем, как он выглядит именно с точки зрения обычных жилых массивов, ну, и именно улиц и закоулочков. Вот. Пока мы пошли вокруг стены, зайдем в Кремль, оттуда еще немножечко видео, ну, и работаем. Зашли мы вот сюда, ну, вот этот вот псевдо-Кремль, который является просто крепостной стеной, и которая окружает монастыри. Ну, назовем это Кремлем. Как видите, внутри тоже обстановочка, ну, такое себе, там даже вот грязный снег еще остался, ну, детская площадка окей, но все вот эти пошарпанные стены, они как бы сохраняются и здесь. То есть, и встает вопрос, церковь это такая структура, которая вроде как налогом не облагается. Опять же, Владимир город не маленький, и здесь все-таки люди циркулируют. Соответственно, несут свои деньги. Вопрос, а они где? И пока люди, которые здесь, ну, как бы, несут службу, постараются ответить на этот вопрос, мы продолжим свое движение в другую историческую часть города, про которую, мило говоря, там должно быть интересней. Вот, ну, короче, в общем, работаем, да, вот. А сейчас представляю вашему вниманию Успенский собор в классической съемке Рыжкин шагает. И сразу хотелось бы вам показать то, что во Владимире много церквушек, то есть собор, там были храмы, вот, стела. Дальше, ну, здесь это больше, конечно, в такую готику, назовем это так, вот, эклектика между готикой и древнерусским стилем. и как вы можете наблюдать, вот там также есть церквушки, то есть на горизонте. Вон, видите, купола. И они здесь, в историческом центре, разбросаны на каждом углу, то есть, ну, опять же, город 1108 года. и, соответственно, вот эта вот вся, как это, господи, правильнее сказать, вера, она все здесь пропитала, религиозность, она вот прям вот здесь она тут живет. А еще во Владимире много бездомных собак. Вот. Вообще похер, тусят. А это, кстати, нехорошо. Это, кстати, опасно. О, ты еб! Ребенточки, а я не ожидал. А я мне подготовил фразу, а он тут вышел. Только в одной стране есть религиозность, которая совмещается с другой религиозностью, которая отвергала другую религиозность. Дамы и господа, вашему вниманию. Вождь! Опа! Сейчас мы до него дойдем. Не переживайте, будет вождь вблизи. Работаем! Как и обещал, взяли и дошагали до вождя. А сейчас нам вот туда работаем. Часы отбили в 7 часов вечера. Мы прошли, я бы это назвал, барную улицу города Владимир. Вот здесь сейчас вот эту церквушку, кстати, отбивало те самые 7 часов вечера. Здесь становится все поцивильнее, чем вот у псевдо-кремля и у той части города, которая базируется вокруг вокзала, получается, ну, около вокзала. Сейчас мы направляемся в сторону памятника вишенкам. А вот. Ну, а дальше продолжим накручивать шаги. Вот, кстати, как Владимир выглядит с точки зрения двухэтажного и, ну, я бы сказал, денежного. Потому, что я вам попозже покажу часть Владимира, который таким чистым далеко не кажется и не смотрится, что самое главное. Вот, если так посмотреть, прям такой европейский городок. Но полкирометра вправо и все. Хотя вот даже здесь такая, видите, деревянная конструкция. И вот, да, то есть, вот, опять же, вот эти вот все кусты, город весь такой, вроде бы, что-то миленькое, старенькое, чистенькое, вроде бы, что-то обычное. Бац, грязюка. Бац, какой-то храм, церковь или собор. Так, что мы решили? Куда нам? Двигаемся туда. В общем, пока мы двигаемся, работаем. В общем, до вишенок мы дошли. Как говорит милая, это просто памятник Владимирской Львишни. Сзади домики красивые. Вот чем мне нравится эта часть города, здесь вот такие красивые домики. Вот тут очередной храмик красивенький. И сейчас прогуляемся с вами, дабы посмотреть вид с холмов с горы. После чего заберемся еще на один холм, от которого будут видны Владимирские ворота, которые сейчас на реконструкции. Ну и в принципе вдали будет виден скорее так более пролетарский город Владимир, нежели воодушевленный церковный, в котором находимся сейчас мы. Ну да, вот поля. Вон очередная церквушка как раз в той стороне псевдо Кремль. Владимирские угодья. Ну и самое главное посмотрите на эти замечательные вот на эти вот на эти вот замечательные земные дырочки. Работаем. Ну что ж, вот мы на холме. Соответственно за мной Владимирские врата. Их сейчас не видно, потому что вот так вот тут надо проходить. Вот видите, они на реконструкции. Тут вот опять эти прекрасные красные домики. Ну и в принципе вот он центр Владимира. Ну одна из частей центра города. Ну а соответственно вот там вдалеке как я сказал более такая пролетарская часть города. Но все равно церквушки. Видите? А вот эта вот башенка видимо телевизионная. Если быстрым взглядом оббежать опа как будто ты в Парижу. И круассанчики с небес падают. Вот. Мы сейчас пойдем наверное по магазинам. Потом немножечко пшарахаемся в бар. Ну и затем в свой купол. Вот. И первый день будет подходить у нас к концу. Ну а так ребят работаем. Ну и дабы не быть голосновным вот подснимаю вам эти врата. Действительно реконструкция. К сожалению сейчас не попасть. Ну а мы пройдем через тот светофор перейдем туда через псевдо Ленина и углубимся во дворы. Я надеюсь там поймать красивую двухэтажную Россию в лице Владимира. После чего как я и говорил зайдем в магазин и будем искать бар. О опять дверь в никуда. Работаем. Традиционный Рышкин шаг. А я не буду перезаписывать. Традиционный Рышкин шагает не может быть без чего. Конечно же не реклама. Старый Кёнигсберг в старом Владимире. Ну и Рышкине тоже. Как видите мы поменяли место дислокации. Ушли немножечко вглубь от центральной улицы. Темно. Мило заметила и это правда. Владимир темный город. То есть видите уже все потемнело. Фонари вроде есть но их мало. Дома почти не подсвечиваются. А в чем прикол-то? Вот эта историческая часть она как бы красивая. Ну да очень удачно. она как бы красивая. Ну а где свет чтобы как-то фигуру объем показать тени дать поиграть с этим. Почему-то нету. Ну да окей хорошо вот есть на траву на деревья и от машин. Странный короче город прям ну не не однозначный. Ну ладно с разглагольствованием сейчас пойдем вот немножечко туда вниз дальше я надеюсь найдем Боревич по плану да посидим сегодня среда пиво надо выпить обязательно вот ну и в купол работаем ребят ну что ж перед вами темень сейчас постараемся сфокусироваться на ноге фокус пойман я уж не знаю насколько вам меня сейчас будет видно слышно точно будет вернулись мы в свой снт поели в заведении как сели да поели не да поели вот неплохое такое заведение прям советуем к посещению опять же детально это будет у меня в телеге ссылочка в описании все вот это вот как как всегда сейчас дойдем до нашего купола ну и соответственно будем завершать вечер уже в таком как это полусельском уюте получается таком садовом уюте вот ну а завтра в 12 выезд после чего еще пошарахаемся по городу постараемся показать немного уже другой антураж города а потом поезд и домой в нижний вот как-то ну чего мы продолжаем просмотр да ну и как всегда ребят работаем а вот это вот кстати наш купол видите как светится вот везде темно вот вы слышите только меня ничего не видите а купол светится и луна светится ну ты тоже светишься ой ёпть работаем вот что такое в общем итог дня пройдено 17 тысяч чего давай фиксируйся 17 тысяч 388 шагов ну-ка еще раз вот так немного немного но дождливый день и соответственно ну проблемно было ходить вот так я вам обещал показать второй этаж поэтому мы сейчас полезем на второй этаж с вами контролируйте меня а вон там что-то мило делает я прячу греха позже вот так а вот второй этаж соответственно вот как бы вид со второго этажа то есть соответственно номер весь вот такой ну как номер вот купол и да любой человек который сейчас там будет проходить отлично будет нас видеть ну а вот так получится не получится не прожимается почему-то здесь вот кнопушка без света ну ладно пофиг матрас подушечки книжки сел и вот можешь смотреть вниз и на деревья ну или просто наблюдать кто здесь ходит или не ходит как-то как-то так первый день у нас завершается спасибо что смотрели но продолжайте смотреть будет еще второй день ой у нас сейчас получается игристая ванна с пеной и просто тупняк вот ну и как всегда работаем ночь прошла прошла успешно мы живы не замерзли не задохнулись купол справился своими обязанностями сейчас у нас в планах идти в центр ну доехать до центра там пошарахаться а потом мы прыгаем на ласточку и едем домой обещал показать же виды Владимира именно как спального района возможно здесь есть и новостройки точно они здесь есть может быть мы сегодня до них дойдем вот такая невысокая Россия в рамках Владимира выглядит вот так ну то есть я думаю это такая проблема средних городов потому что маленькие-то города они кукольные двухэтажные большие города они уже ну как как я умел сказать ну многоэтажные более яркие что ли становятся а вот средние городки назовем это так опять же не обижайтесь Владимировичане или как правильный ну я не знаю как серьезно в общем а вот средние городки еще остаются как вот такие вот серенькие райончики ладно хватит лирики поработаем мы как истинные шагальцы решили выйти пораньше дабы запечатлеть данное граффити к сожалению у разваленного уже дома ну он не жилой вот видите у нас ван гог дали это ну это не клён наверное просто осень поднимается и соответственно сейчас пойдем в те дворы чтобы не быть около мостовой вот так как это получается центральная у нас дорога ведущая к центру ну и к нашим СНТ зачем идти по ней если можно будет уловить как раз вот эту двухэтажную Россию в лице Владимира вот там вот спасибо где в закоулочках короче шагаем работаем совершился конфуз мы посмотрели по карте и ну как бы вот если мы бы пошли туда как планировалось мы бы попали в какую-то ересь в какие-то степи вот а если идти туда то мы по сути вернемся в свое СНТ причем быстрее чем желали автобуса ну потому что там дорога так обходит поэтому все-таки мы вернемся к трассе вот и свернем где-нибудь там уже поближе к центру но зато здесь вот есть такая циркушечка красивая это знаете как вчера говорил что много церквей вообще на каждом углу это прям мне нравится домики там отдельно там стройка видимо может быть что-то яркое опять же будет а может и нет в общем возвращаемся на трассу и работаем как бы это ни звучало ай котик кис-кис-кис-кис черныш здорово по пути в центр мы зашли на князю Владимировское кладбище вот как вы можете наблюдать наблюдать ну и естественно церковь экскурсии здесь не будет просто зашли ради ознакомления сейчас возвращаемся к автотрассе и продолжим шагать к центру работаем долго ли коротко ли мы вышли вот с этой части промзоны скажем так города Владимир здесь если можете видеть он сейчас не светится но у них тут лев с посохом это их герб ну а здесь у нас Арсений здрасте вот соответственно получается это переход в историческую часть города в наших планах конечно у меня в голове было немножечко другое но города то я не знаю и слава богу что мы вот не свернули сейчас пойдем туда возможно там где-нибудь перекусим а потом уже пойдем я вот не знаю будет ли вам видно или нет спустимся вот в ту часть города то есть пройдемся по вот этой исторической улице и спустимся туда опять же в спальные районы которые мне всегда хочется назвать пастельные районы а вот мило видимо что взломит взламываешь пентагон ну что ж наш день подходит к концу вокзал через буквально пару десятков минут отправления в нижний как видите мы не погрузились в спальные районы города Владимир потому что погода ну совсем не ахти и мы просто дошли опять же до центра перекусили в фобаре прикольное заведение которое всем советую ну и соответственно потом еще немножечко до перекусили в сел да поел вот вернемся скорее всего во Владимир пышный зеленый пышным зеленым летом дабы побольше именно погулять зайти в спальные районы в парк в честь 850-летия возможно прокатимся на колесе обозрения поэтому не спешите писать в комментариях что вы нахуй города не видели достаточную часть видели вот но на этом все я сейчас обойду своего замечательного оператора потому что он запутался в кабеле и чтобы мне ничего не сорвать ничего не сорвать спасибо что смотрели земля под ногами небо над небесами хуй нахуй с нами не будьте нормальными будьте рациональными всем спасибо всем не слайк